По поручению ветерана труда Зои Коростяной на прием пришел ее родственник. Он рассказал Сергею Михайловичу, что женщину дважды обманули мошенники. В результате Зоя Петровна осталась без жилья и вынуждена скитаться по родственникам. По суду ее восстановили в очереди на получение жилья, где она означится под первым номером. Однако из-за большого числа брянцев, имеющих право на предоставление жилья вне очереди, шансов получить квартиру у женщины практически нет. Сергей Смирнов поручил соответствующим службам разобраться в ситуации и проинформировать заявителя о принятых решениях. Жительница Фокинского района Валентина Роткина пришла поинтересоваться, на какой стадии находится вопрос газификации улицы Севастопольской. Впервые эта проблема была озвучена год назад и также во время приема граждан. Проектно-сметная документация уже практически готова. Теперь дело за жильцами, которым необходимо заказать разработку проектов подключения домов к газопроводу. Также повторно пришли на прием жители дома номер 36 по улице Дуки. Во время первого визита они просили главу городской администрации помочь решить вопрос о признании их барака непригодным для проживания. По словам Сергея Смирнова, все документы уже готовы, экспертиза получена. Теперь дело за межведомственной комиссией, заседание которой назначено на 20 июня. Александр Новиков при содействии пресс-службы Брянской городской администрации. События. Брянск. 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 Продолжение следует...